Продолжение следует... И по ходу моего выступления вы поймете, я думаю, почему я назвал свой доклад вот именно так, языка, спелят сверху и снизу. Речь, конечно, пойдет о космических лучах, как вы понимаете. И хорошо, все, кто делает абсурдный доклад по космическим лучам, начинают свой доклад именно с такой картинки. С совершенно огромной диапазонной энергией, прямая линия в логарифмическом масштабе. И до сих пор такие проблемы космической, астрофизики космических лучей, как источники, поиск источников и ускорители космических лучей продолжают быть актуальными. Для нас, кто занимается астрофизикой космических лучей, или как называют теперь эту науку, астропатокалфизикс. Что касается галактических космических лучей, то позвольте мне выразить мое собственное мнение, что похоже, на мой взгляд, что мы близки к завершению этапа исследований, интерпретации галактических космических лучей с точки зрения тех ускорительных механизмов, тех источников, которые существуют в нашей галактике, которые рождают вот эти частицы. А что касается... Да, и если говорить очень кратко вот об этих источниках ускорителей, наиболее вероятный кандидат для объяснения природы галактических космических лучей, это, конечно, взрывы сверхновых звезд, это ускорение на остатках сверхновых звезд, это фермерское стокарстическое ускорение, и мы сейчас близки к тому, чтобы экспериментальными данными подтвердить действительно справедливость вот этой теории, я бы ее сказал, стандартной, которая способна объяснить существование галактических космических лучей вплоть до 10-17 электрон-бойда. Но я не буду сегодня, естественно, на этом останавливаться, а речь пойдет, конечно, о ГЗК частицах, о ГЗК обрезания, именно тем, я посвящаю свой доклад экспериментальным исследованиям вот этих частиц, которым, интерпретации природы которых, Георгий Тимофеевич Зацегин приложил немало усилий, и, естественно, в отличие, неестественно, а вот опять я выражу, может быть, свою точку зрения, что в отличие вот от галактических космических лучей до 10-17 электрон-бойда, в этой области энергии мы сейчас находимся в стадии, когда очень много вопросов, значит, это больше вопросов, чем ответов мы имеем на сегодняшний день. И первый, конечно, вопрос заключается в том, если ГЗК обрезания существует, действительно ли это конец энергетического распределения спектра космических лучей? Действительно ли частицы с энергией порядка нескольких единиц на 10-20 электрон-бойда, это те последние частицы, которые по энергетической шкале, которые долетают до нашей земли? Собственно, об этом и писал в своей работе Георгий Тимофеевич вместе с Кузьминым и независимо от них, Греция. Основания к этому, решите мне просто два слова напомнить о теории, конечно, очень серьезные, основания к такому утверждению были в 66-м году, когда была руна эколога, а именно реликтовое излучение, которое существовало еще на заре формирования нашей Вселенной, должно обрезать этот спектр космических лучей, должно обрезать время жизни этих частиц, путешествующих к окрестности нашей Земли. И это, как я сказал, действительно в 66-м году независимо друг от друга сделали вот эти джентльмены, которые изображены на этих фотографиях Грейса, зацеплен Кузьмин. И до сих пор мы поговорим о ГЗК-частицах, мы говорим о ГЗК-обрязании, мы говорим о ГЗК-эффекте, и эта проблема остается актуальной по сегодняшний день. Итак, стартуем с 66-го года. Так вот, позвольте мне посвятить свой доклад, и я кратко вам расскажу мою интерпретацию, мое видение, вот той драматической, на мой взгляд, истории, которая была связана с экспериментальным исследованием вот этих ГЗК-частиц. 71-й год прошло вот буквально там 2-3 года после, несколько лет после публикации вот этой работы, что мы знали о этих частицах в тому времени, 70-й год. Три установки, работающие на Земле, уже дали некоторые сведения об этих частицах. Это вулканы Рейч, Шукар и наш Якутск. Я действительно начал с 71-го года, можно было начать раньше, но хочу подчеркнуть роль нашего Якутска, именно в исследованиях вот этих частиц. Статистика и энергетический диапазон был далеко у Якутска от предсказанного обрезания ГЗК несколько единиц на 10-19 электронов вольт. Естественно, никаких указаний на существование реликтового обрезания ГЗК Якутск в то время не давал. Но, тем не менее, если мы обратим внимание вот на эти линии Шукара и Вулкана Рейч, то тоже никаких, так сказать, указаний на существование ГЗК в то время не было. Прошло буквально 2 года, и Красильников из Якутска публикует вот эту картинку, где он набрал статистику вот на этом прообразе нашей якутской установки. Это не та якутская установка, которая существует на сегодняшний день, это ее предшественник, 13 квадратных километров. И вот он публикует уже большую статистику и утверждает, что ГЗК обрезания в этом диапазоне энергии нет никаких сведений, которые могли бы говорить в пользу ГЗК обрезания. И, в общем-то, эти данные хорошо согласовались, видите, вот Шукар, и Вулкана Рейч, данные линии, тоже ничего не давали к тому времени. Я имею в виду никакого обрезания. 73-й год. В 80-е годы вступил в строй Кавер Парк, видите, в Астралии. Якутск набирал статистику. И вот появляется работа вот этих авторов. Кстати, здесь Георгий Борисович Керстианцев из Москвы, из Московского места, это соавтор их этой работе Улакоя. Итак, докладывается вот этот спектр, где в явном виде указывается на существование экспериментальных данных, не противоречащих существованию ГЗК обрезания. Это в корне противоречит данным Хавер Парк, как вы видите здесь. Итак, это 80-й год. И вот где-то в конце 80-х годов, даже в середине 80-х годов, в Московском университете у Георгия Борисовича Христиансона возникла идея проекта, организации нового проекта, который был назван ШАЛ-100, потом ШАЛ-1000, и все довольно шло хорошо, вплоть до перестройки. Вообще вот этот этап экспериментальных исследований в нашей стране, я имею в виду частиц с энергии больше 10-19, космические лучи предельного свойства энергии, можно назвать таким перестроечным. Произошло очень много драматических событий. Уже была выбрана площадка в Казахстане. Уже началось финансирование этой работы. Ну вот произошел коллапс Советского Союза, и Казахстан уходит из Советского Союза, начались территориальные распри, причем это были действительно очень серьезные, так сказать, распри между нами, между Россией и Казахстаном, и в результате все имущество перешло в распоряжение Казахстана тогда. И перед нами стал вопрос о переносе строительства этой установки. А нам требовались большие площади для изучения космических лучей вот предельно высоких энергий, но, по-моему, эта аудитория очевидна. Именно поэтому родился этот проект. И вот появилась идея перенести это в Капустин-Як. И вот где-то вот в этот период произошло два события. Первое событие. В Москву приезжает Кронин и уговаривает Российскую Академию Наук, тогда, по-моему, даже это была Академия Наук СССР, вступив в коллаборацию позже. Он решил строить установку, как противовес шал, сто шал тысячу, там, в Южной Америке. И приглашал нас участвовать в создании этой установки. Реакция Академии Наук была отрицательной. Еще прошло немножко времени, и, вы знаете, наступил финансовый кризис в нашей стране. И здесь, вот в этот момент, появляется отрицательная реакция, вот здесь я написал, в нашей Академии Наук, на проект шал тысячу, шал сто, шал тысячу. Проект был закрыт. На фоне недостатка финансирования и на фоне отрицательной реакции Академии Наук на продолжение исследований, экспериментальных исследований в этой области. Вот так мы потеряли возможность развития экспериментальных исследований, космических лучей, вот таких энергий, ГЗК-энергий в нашей стране. Тем не менее, Джеймс Кронен построил уже, и вот где-то с конца 90-х годов, начала нового века, начался уже набор статистики вот на этой установке, крупнейшей на сегодняшний день установке в мире, которая расположена в Южной Америке. Пока уже набирала статистику, в Японии существовала Акена установка, потом она была названа Агасой. На севере Соединенных Штатов, в Юте, была запущена флоресцентная установка, и вот где-то в начале 21 века вот такая предстала перед нами картинка. Хай-Рес драматически разошелся в своих результатах с Агасой. Если Хай-Рес явно показывал, указывал на возможность существования ГЗК-обрезания, Агаса корни противоречила этому. Ну а что же наш Якутск? А Якутск, вот это вот данные Якутска, здесь уже нанесены, не обращайте пока внимания на разницу в интенсивности, но Якутск тоже подтверждал, не противоречил, данные Якутска не противоречили тому, что ГЗК в этой области действительно может существовать, ГЗК-обрезания. Повторяю, Агаса была на другом конце вот этого соревнования. И вот наступил седьмой год и торжественные обстановки на конференции в Меринде, в Мексике, конференции по космическим лучам, одновременно две установки уже и ТИА, Телескоп АРЭ, это та установка, которая родилась из Хай-Рес на севере Соединенных Штатов. Вот торжественно было объявлено, что действительно они с хорошей статистической точностью утверждают о существовании обрезания спектра космических лучей как раз в той области, где это было предсказано теоретической работой Грейзена, Зазетина и Кузьмина. Это седьмой год. И вот работа, вот цитата из работы знакомого нам Кьера Сахольского, где он даже вот так написал, что, по-видимому, теперь проблема ГСК может отдыхать. В экспериментальном плане все решено. Тем не менее, остаются, он почерпил, такие вопросы относительно этих частиц. Надо выяснить природу ускорительного механизма, надо выяснить состав этих частиц, чтобы окончательно прийти или не прийти к выводу, является ли это ГСК обрезанием или не является. Но, в конце концов, эти оба вопроса сливаются в один. Где зеватроны, где ускорители этих частиц. Вот из этой таблицы вы видите, действительно, очень хорошее согласие на тот момент существовало. Между ХРС, предыдущей установки в СССР, АЖ, вот этот вот, видите, положение обрезания в энергии, да, и ТИ, и ОЖ. Вроде бы, все согласуется. И вот здесь, здесь возник вопрос. И он широко начал дискутироваться в научной прессе, в научной печати, посвященной вот этой проблеме. А действительно ли это ГСК обрезание? Какие проблемы навеяли вот такой вопрос перед экспериментаторами? Первое, это калибровки. Калибровки наших наземных установок, которые давали экспериментальные результаты. Посмотрите на эту картинку. Ну, просто даже не очень внедренный в эту область человек, экспериментатор, может сказать, что что-то здесь с наземными установками у нас не так. Интенсивности разбежали, статистика плохая. Проблема может быть в калибровках. И действительно, вот была работа Йоханна Соблюмера с авторами, да? Он немножко сдвинул вот эти спектры всех установок, которые регистрировали ГСК по энергетической шкале и получил точное совпадение всех установок. Значит, вполне возможно, что что-то с калибровками не так. Насколько я знаю, эта проблема действительно волновала наших коллег из ТИИ и уже была создана рабочая группа, которая работала над тем, чтобы как-то сблизить программу обработки результатов двух установок. И ПУЦК тоже. Значит, первая проблема калибровки. Вторая проблема, которая стала на первоначальном, по крайней мере, на первоначальном этапе, если говорить о составе космических лучей в этой области энергии, то данные ТИИ расходились с данными ОЖ. Если данные ТИИ давали более, более тяжелый состав космических лучей в этом диапазоне энергии, то данные ОЖ давали более легкий. Потом, используя моделирование различными авторами, в общем, сейчас ситуация, насколько я понимаю, такая, что утверждается, что обе установки по результатам изучения массового состава сблизили друг с другом. Более-менее сблизили. Но, тем не менее, на первоначальном этапе это была проблема. Следующая проблема, анизотропия. Две установки, которые реально, с определенной статистикой, измеряли анизотропию космических лучей предельно высоких энергий. Но, вы прекрасно знаете, что при тех оценках межгалактических магнитных полей, которые существуют, траектория космических лучей с энергией 10-20 должна совпадать, должна быть прямой линией. И вот, это был действительно горячий результат, который представили в 2014 году команда коллаборации ТИЭЙ, которая нам показала, что существует анизотропия, связанная с существованием в нашей Вселенной области преимущественно генерации космических лучей вот этих энергий. вот она изображена здесь красным таким петном. Это, вот они и назвали, хот-спот при энергии более 60 ЮЭ. Через некоторое время уже публикуют аналогичное пятно, но расположенное по анизотропии пятно, но расположенное в другом месте. Что это? Две установки смотрят и видят разное небо над своей головой, иными словами, источники распределены неравномерно по небесной сфере или что-то это другое. Может быть, это экспериментальная ошибка, может быть, это недостаток вот той статистики, о которой я уже упомянул, которая существует, но тем не менее этот вопрос до сих пор дискрутируется. Но в конце концов это сводится к тому, что мы не видим ускорителей. Не видим ускорителей тоже рядом вокруг этих ходспот, этих горячих пятен, нету каких-нибудь значимых, видимых астрономами источников, которые могли бы генерировать звездные скопления и другие которые могли бы генерировать вот такие космические лучи. И четвертая проблема, которая возникла в ходе обсуждения вот этих результатов, которые свидетельствовали о наличии обрезания. А собственно, почему это к языка обрезания? А может быть, это просто предел ускорения космических лучей, предел мощности ускорительного механизма? Давайте вспомним, с чего я начал сегодня свой доклад. Частицы галактического происхождения, галактические космические лучи, область энергии врези колена христиансовна, 10-15 электронов вводит. Что мы здесь видим? Резкое изменение химического состава, утяжеление химического состава. По-моему, здесь уже на этот предмет уже спорить особо не следует. Это практически, я думаю, уже установлено в экспериментальном плане. Все это свидетель наличие стахастического ускорения. И о пределе возможности ускорения космических лучей где-то в районе до 10-17 электронов вводит. Нет источников мощнее в нашей галактике способных ускорить частицы с энергией больше 10-17 электронов вводит. Почему то же самое не может быть здесь при 10-19 электронов вводит? Об этом тоже думают сейчас люди, которые работают в области КЗК частиц и это обсуждается. Это проблема. И наконец опять та же проблема которая смыкается с первой статистика. Надо улучшать статистику. Это совершенно очевидно. Экспериментальные данные существующие на сегодняшний день не позволяют достоверно утверждать ни один из экспериментальных фактов которые могли бы свидетельствовать пользу той или иной модели. Той или иной модели. Мы должны улучшать статистику. Проблема изучения проблем увеличения статистики очевидна и прекрасно вы ее знаете нет частиц с энергии площадь 10-19 электронов. Я имею ввиду что их очень и очень мало. Одна частица на квадратный километр в год это огромные площади детекторов нужны для того чтобы поймать эти частицы. И вот в последней части своего доклада я хочу остановиться на альтернативном но здесь просто извините написано что все-таки загадки загадки космических лучей предельно высоких энергий если мы говорим о наземных измерениях их на сегодняшний день остаются так вот альтернативный способ изучения космических лучей таких энергий или я бы сказал я предъявлю зиму такому мнению это комплементарный метод их изучения это космический известно что космические лучи таких энергий рождают вирюзентное свечение в атмосфере в виде коротких экстрементных вспышек и это предсказал об этом написал впервые чудаков Александр Евгеньевич еще в 55 году именно вот этот метод свечения в атмосфере создаваем космически научаем таких энергий может взять за основу космических наблюдений космических измерений а другой выдающийся ученый Джон Линсли Джон Линсли американец а он предложил как раз первые он предложил идею космического эксперимента который назвал AirWatch по наблюдению вот таких по измерению таких космических лучей таких энергий давайте сказал он разместим детектор космических лучей на борту спутника посмотрим этим детектором вниз поймаем вот это ультрафиолетовое свечение ультрафиолетовую вспышку измерим число квантов и получен первоначально энергии но так вот грубо на качественном уровне естественно в этом заключалась довольно простая идея это Джон Линсли высказал в 80-м году то есть посмотрите сколько лет прошло со дня вот этой идеи и вот дальше мой доклад будет я кратко остановлюсь вот на первом эксперименте который нам удалось осуществить начать осуществлять на борту российского спутника именно первые эксперименты попытки который направлен на направлен на изучение космических лучей предельно высокой энергии с помощью детектора расположенного в космосе но идея этого эксперимента совпадает естественно с идеей Линсли она очень простая первичная частица рождает ультрафиолетовую вспышку ультрафиолетовое освещение в атмосфере эти кванты собираются с помощью орбитального детектора это телескоп ультрафиолетовый телескоп который концентрирует концентрирует вот этот поток гамма-квантов генерированной вспышкой одновременно можно измерить черенковское излучение создаваемое создаваемое этой частицей и оценки показывают оценки показывают что относительно небольшой высоте полета спутника несколько сотен километров с помощью довольно ограниченной апертуры можно покрыть область в атмосфере десятки тысяч квадратных километров что недостижимо с помощью наземных естественных детекторов вот в этом вот на это было и направлено то есть вот эта вот центральная идея давайте двинемся по линии космических экспериментов с тем чтобы увеличить статистику за счет увеличения площади вот этого реального детектора в котором генерируется отклик воздействия космических лучей и вот этот эксперимент нам удалось осуществить он сейчас продолжается и собственно его схема изображена здесь это концентратор зеркала френелевского типа который концентрирует поток ультрафиолетового излучения направляет его на фото детектор с большим количеством фотоумножитель то есть мы получаем картинку пиксельную картинку каждого события здесь видите справа фото детектор и вот реальная реальная вот этот прибор который назвали ТУЗ трековая установка вот в период подготовки эксперимента вы видите вот его зеркало этого прибора ТУЗ вот видите вот эту руку на конце этой руки механической руки фото детектора расположена в фокусе он должен быть в полете в фокусе этого зеркала но если говорить о параметрах это относительно небольшой прибор весом всего 60 килограмм потребляет 65 ватт и 65 ватт он имеет некоторые конечно ограниченные возможности по сравнению с теми возможности которые существуют на сегодня на земных установках но тем не менее это первая попытка здесь в этой таблице приедены физические характеристики как раз вот этого детектора орбитального детектора но это начало это начало это первая попытка осуществления эксперимента или ничего угодно я проскочу это проблема изучения космических лучей из космоса оказалась непростой с этим мы столкнулись в течение первого года работы с нашей установкой проблема здесь заключается в том что вот это пролюресцентное свечение может вызвано разными объектами не только космическими лучами предельно высоких энергий это и вам молнии которые сверкают над землей на небольшой высоте это трензентное явление верхних слоях атмосферы которые генерируются все это ультрафиолетовые вспышки мы должны избавиться от них чтобы выделить космические лучи предельно высоких энергий вот эти трензентные вспышки вот вы видите здесь они генерируются в верхних слоях атмосферы на высотах десятки километров везде и над океанами и над сушей и мы знаем что они генерируются не обязательно связаны с молниевыми разрядами это очень сложная отдельная наука для того чтобы селектировать вот эти космические лучи предельно высоких энергий мы выбрали разные режимы работы нашего нашей аппаратуры и вот первые результаты я вам могу показать вот одна из ультрафиолетовых вспышек которую вы наблюдали она произошла над Флоридой здесь это мощная вспышка ультрафиолетового излучения что это такое? она относительно короткая всего 0,8 микросекунд когда вы посмотрели вниз я имею в виду на данные других спутников мы увидели вот здесь грозу скорее всего это как раз трензентное явление вот эти вот трензентные световые ультрафиолетовые вспышки которые возникают в верхних слоях атмосферы вот такая картинка вот они изображения художника так называемые вот мы их видим вот другое событие где-то на севере Индии в районе Гималайо в другом временном режиме видим тоже мощную ультрафиолетовую вспышку похоже на здесь никакого атмосферного усиления атмосферного электричества не было и мы не можем связать это вот с известными моделями генерация таких явлений которые говорят нам что это может быть связано с чем-то с грозами чем-то непонятное но это отдельная наука это не космические лучи предельно высоких энергий о которых мы говорим и которые мы ищем они должны быть вот такими это вот динамическая развертка показаний модельная динамическая развертка показаний наших детекторов которые мы должны были бы видеть если бы это были космические лучи частицы вот предельно высоких энергий мы должны были бы видеть вот развитие феорисентной вспышки в нашей мозаике фотодетекторов должны видеть Черенковский сигнал а вот реально что мы видим и подобного рода события Вот сейчас анализируется нами, видите, да, очень похоже на то, что мы видим в результате моделирования, но есть некоторые вопросы, есть ряд вопросов, на которые мы должны найти ответ, прежде чем сказать, что действительно мы зарегистрировали частицы предельно высоких энергий. Но такие события мы поймали, и мы научились их селектировать на фоне других атмосферных вспышек. Ну и в конце вот два слова. Мы были первыми, это уже факт исторический, но вот ровно через год международная коллаборация, в которой мы тоже работаем, запускает аэростат. Этот аэростат пролетел, по-моему, дней 15 или 20, пролетел от Новой Зеландии до, где же он упал в океан, по-моему, в Атлантике, не долетел до Южной Америки, и на борту его уже стояла вторая установка, тоже такая, которая позволяет регистрировать, должна позволить регистрировать космические лучи предельно высоких энергий примерно тем же методом, что мы со спутника. Вот это второй эксперимент, который в настоящее время проводится. Вот прошло буквально полтора месяца дня запуска. А потом мы запустим на Международной космической станции более мощный эксперимент, тоже основанный вот на таком принципе регистрации. Этот эксперимент называется клипы. Космические лучи предельно высоких энергий с более лучшими параметрами, которые уже приблизятся к параметрам наземных установок. Ну и заключительный мой слайд. Имя Георгия Тимофеевича или ГТ неразрывно связано с Московским университетом. Я из Московского университета. И мне посчастливилось работать с Георгием Тимофеевичем очень много лет. Он пришел к нам в МГУ в 45-м году, вот как здесь написано. Он начал работать на кафедре Скобельцина. А в 82-м году, после того, как скончался Сергей Николаевич Вернок, он возглавил кафедру физик космических лучей. И в 23 года он руководил кафедрой. За это время он подготовил очень много высококлассных специалистов области физики космических лучей. И, безусловно, он вечно останется в нашей памяти. И мы очень благодарны этому великому человеку. Спасибо. Спасибо. Какие-то вопросы? Согласно оценкам, мы за как работу должны поймать несколько частиц. На фоне вот их тысяч, которые вот мы сейчас регистрируем. Вот. У нас есть некоторые, я сказал, я бы сказал, несколько кандидатов сейчас. Мы их не можем назвать на сегодняшний день, что это сигнал шара. Но еще немного времени, но мы придем кудрилить. Либо да, либо нет. Мы с ним на уровне кандидатов. Спасибо. А у меня вопрос. Все-таки есть эта статистика, ну, скажем так, паразитных или шумовых вспышек. Ну, вы показали картинку, на фоне которой нужно ловить фактически одно событие. Ну, вот что нужно для того, чтобы пойманное событие считалось бы достоверным. Ну, во-первых, это электрология, это программа обеспечения. Это я понимаю, но туда заложить что-то надо в электрологии. Ну, потом, конечно, думать надо. Ну, в том плане, вот мы получили картинки, надо материалчески со всех сторон досконально проанализировать. Ну, честно говоря, я не помню. Вот есть одно событие на фоне десяти тысяч. Как я его от этих десяти тысяч отвечаю? Ну, для этого мне нужна хорошая статистика для этих десяти тысяч. Ну, там есть диктуации. Ну, вот, как тут? Электроника, что называется, помогает считать. Ну, электроника поможет выбрать, помогает нам выбрать кандидатов. Дальше наступает к этим этап физического анализа. Мы знаем параметры, физические характеристики других вспышек, да? Вот транзиентных явлений в верхней атмосфере, да? Мы знаем картинку от метеора, кстати, я ничего не сказал. Мы видим метеоры, которые пролетают через атмосферу. Мы их должны отсечь, правильно? Мы знаем, как светятся города, мы знаем, как светятся... Как, наверное, прилетают над аэродромом, да? Мы видим, как есть лампы такие для приземления самолетов мощные. Мы тоже их видим. Но вот там поштучный анализ, а как иначе? Мы на первом этапе. Автоматическую анализ здесь невозможно провести. Понятно. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ